Всем привет! С вами Ольга Меликян и канал Джим Стоунс. А вам удавалось видеть работу ювелира по созданию нового ювелирного украшения? Это, конечно, очень волшебное и интересное действие, и я хочу вам об этом рассказать. Давайте заглянем в святая святых и посмотрим, как работают ювелиры. Помню, уже в сознательном возрасте не могла отойти от моментов в художественных фильмах, когда ювелир начинал что-то делать на маленьких-маленьких инструментах. Эти удивительные звуки, шорохи и почти полнейшая тишина открывали целую вселенную новых ярких впечатлений. Причем мне лично самой никогда не хотелось попробовать, но вот смотреть за тем, как работает ювелир, я готова была вечно. Например, когда вышел фильм «Жигунова. Три мушкетера», мне очень понравился момент, когда ювелиры собрались все во дворце и ночью стали колдовать на своих инструментах за одним длинным столом. Это, конечно, волшебное зрелище. Как думаете, создание украшений начинается сразу с работы ювелиры по металлу? Нет, совершенно верно. Сначала рождается у художника идея. Эту идею надо облачить в определенную форму. Для этого требуется создание самого украшения сначала на бумаге. Обязательно требуется отрисовка гуашью со всей палитрой цветов. Кисточки берутся при этом настолько тоненькие, что линии едва уловимы глазом. Причем даже сияние и блеск граней можно увидеть на этом рисунке, представляете? Эскиз создается при этом в реальном размере, с учетом объема самих камней и их расположения. Вот почему настолько интересно всегда сравнивать, что получилось и что было отрисовано на эскизе. А когда это прикладывается друг с другом, это вообще феерично смотрится. Очень интересный процесс подбора драгоценных камней к эскизу. И по качеству должны быть эти камни одинаковы и по художественному замыслу. При этом учитывается количество, вид огранки, качественные характеристики камней, да, то есть цвет, чистота, качество огранки и, конечно же, вес. Переход уже от творческой идеи к воплощению в реальность редко когда бывает легким и понятным сразу. Это целый процесс, где, причем порой даже весьма эмоциональный, где работы останавливаются, художественная группа возвращается к эскизу, постоянно что-то корректируется, обсуждается. И, как правило, именно технические вопросы играют важную роль. Ведь нужно, чтобы при этом колье было удобоносимым, чтобы все работало и при этом все двигалось. И на каждой стадии требуется, ну, так называемый, так называемый перфекционизм, стремление к идеалу, дотошность, критическая оценка работы. Иначе будет как в мультике, и так сойдет, а для высокого ювелирного искусства это недопустимо. Каждый элемент и деталь все создается вручную. Возможно, поэтому даже по двум одинаковым эскизам рождаются совершенно разные украшения. Хотя понятно, что в высоком ювелирном искусстве дубли и так никто не делает. Изготовив множество тестовых моделей, ювелир приступает к созданию всех элементов, которые потребуются как основной каркас будущего украшения. Это какие-то пружины, шатоны, оправы и так далее. Этот этап самый продолжительный, потому что для очень сложных и уникальных украшений ювелир может потратить аж несколько лет. После создания всех металлических деталей и конструкций будущего украшения начинается его сборка. Это как генеральная репетиция перед началом концерта. Именно здесь и сейчас рисунок оживает. Все линии принимают нужную форму и украшение приобретает ту самую гармоничную архитектуру. Дело за малым. Заставить будущее украшение ожить. С помощью горелки ювелир тщательно паяет и завершает сборку финальной конструкции. Эта стадия самая показательная, ведь практически все украшение уже соединено и все готово. Теперь нужно, чтобы шедевр засверкал. Поэтому нужна, конечно, полировка. Деликатная полировка всего украшения проводится несколько раз до получения необходимого зеркального эффекта. После полировки начинается стадия инкрустации камней и финальной работы. Умелые руки ювелира помогут раскрыть всю красоту и истинное великолепие. В сочетании с безумной игрой и сиянием драгоценных камней все украшение полностью преображается. Это тот самый магический эффект, который самым ярким образом воздействует именно на нас с вами. Посмотрите на готовое роскошное бриллиантовое колье. Все бриллианты в фантазийных огранках груша и маркиз закреплены. Украшение готово. Насколько прекрасно смотрится. В конце этого удивительного пути мы видим лишь уникальное соединение бесконечной красоты природы с одной стороны. И мастерства рук и человеческой мысли с другой. А та волшебная сторона, магия ювелира остается за кадром. А вам интересно смотреть, как создается ювелирное украшение? Напишите в комментарии, буду рада узнать. Если вам нравится то, что я делаю, подпишитесь на канал. Солнечного вам настроения и хорошего дня! Давайте думать о прекрасном! Продолжение следует...